здравствуйте дорогие друзья и соотечественники мы как всегда с очень большим энтузиазмом и чувством наивысочайшей ответственности продолжаю наши диалоги о культурной политике значит сегодня как всегда у микрофона на пределе человеческих возможностей буду работать я рядовой доктор философских наук емельянов сергей ну как всегда я это буду делать не один а в тесном рабочем и человеческом контакте с нашим гостем очень замечательно сегодня нас почтил своим присутствием значит писатель член санкт-петербургской отделения союза писателей россии козлов анатолий как козлов анатолий зюльевич ну я думаю что мы можем без отчества обходиться хотя мы так с анатолием в атаку не ходили в танки не горели в общем целом у нас сложились уже какие-то более-менее доверительные отношения поэтому я думаю что нам можно и без отчества обходиться так вот козлов анатолий значит анатолий значит я очень кратко такую биографическую справку нашего гостя анатолий козлов значит родился во второй половине прошлого века в омске в городе омске сибири западной сибири вот в 1991 году он значит анатолий значит так можно сказать отяготил себя высшим образованием и окончил ленинградский инженерно-экономический институт но вот надо воздать должное анатолию высшее образование его не испортило ну я надеюсь хотя не всегда так бывает но и да значит то там не очень продолжительное время работал по специальности но в дальнейшем значит внутренний голос и классовое чутье подсказала анатолию что ему надо свою жизнь ложить на алтарь служение литературе вот ну чем вот собственно он и занимается достаточно активно и продуктивно вот так что анатолий козлов так образно говоря является ветераном борьбы за светлое будущее с подпольным стажем так что всю жизнь жизнь кладет на спасение отечества последнее время обязательства это да это на спасение отечества деятельности да к сожалению она мягко говоря не очень высоко оплачиваемая поэтому это в общем-то да как бы больше похоже на самопожертвование но в этом наверное есть какой-то все-таки цивус что ли так сказать да какие-то это какие-то это приносит имиджевые бонусы ну или там иногда чувство глубокого внутреннего удовлетворения ну я тоже какое-то отношение имею к писательству поэтому я так наверное могу так сказать но это мои собственные какие-то ощущения что ли впечатления о писательской работе вот так что вот такое вот значит комплементарное представление можно сделать относительно нашего гостя козлова анатолий вот да ну а первое значит я думаю что нашу беседу можно начать вот с какого вопроса ну в принципе он вполне естественный мне кажется и логичным является уже давно было замечено что все люди были детьми когда-то как правильно да как правило я думаю что и к нам тоже относится ну мы точно полно мы тогда еще точно были да ну и вот вот развивает мысленно можно сказать что в силу как бы объективных так сказать что ли обстоятельств ну значительная часть твоей так сказать единственной жизни прошла ну половина половина жизни прошла так сказать в Советском Союзе в Советском Союзе были октябряты, пионеры, комсомольцы пионерский логеряр присутствовала сюда да да вот была в общем то ну наверное можно без юмора говорить даже была там великая советская литература кинематограф был замечательный ну вот это было точно да это было точно ну и вот я хотел спросить какие же вот все таки вот книги, кинофильмы оказали как бы неизгладимое впечатление вызвали глубокий интеллектуальный эмоциональный отклик так сказать ну вот какой-то оставили след что ли в душе там в сердце ну прежде всего наверное те книги и те кинофильмы которые были одним из первых то есть когда уже человек начинает как бы помнить свое детство вспоминать то есть его да то есть когда он достигает там не знаю лет шести-семи вот ну если учесть что мне вот допустим шесть лет и семь исполнилось в семьдесят первом году давайте вспомним какие фильмы тогда выходили фильм офицер замечательный неловимый мститель первый фильм потом второй потом корона российская империя потом появился фильм освобождения конечно мальчишки того времени ну мы основные игры были в войну вот как сейчас это наверное наверное люди боятся в этом признаться боятся сказать а ведь действительно наши любимые игры были в войну защита Брестской крепости тогда кстати говоря стало известно плодики Брестской крепости вот она только-только-только буквально там конец шестидесятых начало семидесятых стали говорить об этом то что это неизвестно было стали материалы раскрывать в шестьдесят пятом году опять же отмечу стали отмечать день победы вот шестьдесят пятом году то есть мне уже был год и как раз как я достиг там какого-то уже сознательного возраста это превратилось в настоящее празднество в праздники ветераны у нас понятно что они жили вот по соседству и в нашем подъезде выходили с орденами конечно это не могло не произвести вот на мое поколение там вот в конце шестидесятых в середине шестидесятых в конце не могло произвести определенные впечатления потому что это и для людей было для взрослых это был определенный как бы ну отмашка такая такой момент что вот это великий праздник его нужно праздновать и так далее и так далее и это происходило действительно это было летние майские дни все это происходило на улицах и это конечно произвело это произвело огромное впечатление я помню что фильмы про войну игры про войну были прежде всего на первом месте мы это любили в войнушку в эту играть смотрели вот эти фильмы все выходили с освобождения четыре танкиста и собака помню как мы с поляками распевали эти песни из этого фильма замечательные вот это конечно из кинематографа наверное когда я еще не умел читать собственно говоря да я из того поколения которые вот раньше как сейчас компьютерные игры и стрелялки наверное раньше чем научиться читать и вообще азбуку разбирать так конечно же кинематограф был одним из первых ну и Ленин еще был из всех видов искусств для нас важнейшим является кино ну а в детском саду я помню конечно это яркое впечатление появился волшебник замородного города уже с ним волкова вот эти книжки были они тогда модные были вот их было сложно достать ну в советском союзе вообще книгу было хорошее тяжело достать собственно говоря как и сейчас у нас вот книги книжки хорошие выходят мизерными тиражами ну вот доставить их можно 500 экземпляров при поддержке при поддержке комитета по печати Санкт-Петербурга вот и вот это одни из первых вот в этом возрасте так сказать в сознательном когда я начинал запоминать понимать что-то вот это было одни из первых таких впечатлений в детстве да ну хорошо ну вот как вокруг Гарри Поттера был такой вот ажиотаж так вот вокруг книг Волкова тоже был это популярный модный выходящий он писал тут же с колес тут же все это читали вот то есть это были популярные вот такие вот книги и фильмы которые вот у нас я помню пользовались огромным успехом ну а вот эти как бы произведения которые так сказать можно отнести наверное классики социализма как закалялась сталь повесть о настоящем человеке я тоже впервые не прочитал а увидел на экране Чапаев фильм о Чапаев отлично Александр Невский я помню для меня дедушка вводил в кино Чапаев отлично Александр Невский это потрясающе для мальчишки конечно для мальчишков да и вот это мы все вот эти книги ну а потом когда я уже читал все это в кольп проходили конечно же это были ну так я в такой среде жил в общем-то в простой это рабочий поселок рабочий вернее район и там все это воспринимали действительно вот как сказать непосредственно да действительно герой Морисев ну герой и так его воспринимали то есть там не говорили а вот а вот может быть если Александр Матросов герой закрыл амбразуру да то есть не то что мог бы он так неправильно там солдаты так не делают никто не рассуждал во-первых вокруг были такие те кто прошли это во-вторых значит Павка Корчагин да выдуманный герой но все но это же сильный образ это такая знаете это такая песня в общем-то такой все там эту узкоколейку можно было не строить на самом деле нет это не так важно на самом деле образ очень сильный о силе романа говорит то что саму биографию Островского официально написали по его роману то есть он не воевал конный он не строил на Турскую колейку он был кстати человек относительно образованный по сравнению с Павкой Корчагином вот он был из семьи в общем-то там ну что ли учительская не помню но во всяком случае он был достаточно образован он преподавал во время гражданской войны есть фотографии где он с преподавательским составом а служить он начал после войны уже в Красной Армии прошел и вот таких ранений не имел так вот его официальную биографию написали по его роману это действительно я считаю великий вот такой вот писательский талант написать такой роман и понятно что он не мог на нас не произвести какого-то впечатления и вот наверное на всю жизнь какой-то вот этот след такое вот горение с шашкой вперед на врага оно я думаю что в том поколении во многих осталось идея была большая идея на воспитательные значительно и я до сих пор одно время конечно я тоже считал этот роман таким вот агиткой но потом когда я уже взрослым человеком изучив и посмотрел реальные факты биографии как вообще работал над ним я проникся огромным уважением как писатель я согласен там можно много критиковать и спорить с текстом есть какие-то утверждения очень странные но основные постулаты если так подумать ну во-первых полное отрицание автаназии да то есть жить во что бы то ни стало это это то что в общем то наверное это было вот после октябрьской событий вообще и вообще после революции февральской когда мир как бы изменился и все старые истины заново пересматривались шло перед вот надо ли действительно так а можно ли так можно или нет то есть как говорится вот этих десять заповедей вот этот роман утвердил то что нет надо жить вот сколько тебе господь отвел хотя там он анти анти божественный да то есть такой да и все силы надо отдать борьбе за ибо и силы то надо отдать борьбе за благоближнего то есть положи жизнь за други своя это это получилось спонтанно это получилось непроизвольно но как бы вот в самом начале вот этого строя стали закладываться основы его существования и они как ни странно вернулись на круги своя то есть отрицая Бога отрицая действительно создателя и противясь ему человек в подсознательном своем вот стремлении жить да обрести основу он вернулся к тем же истинам вот но еще долго это сопротивление шло что еще таки вот это удивительно вообще да очень сильная личность конечно хорошо Анатолий ну в общем наверное такой можно подвести промежуточный итог сказать что книги прочитаны и книги прочитанные в детстве там кинофильмы просмотрены в таком вот в раннем возрасте оказали на тебя очень сильно влияли полет Гагарина да полет Гагарина ведь он погиб как раз когда мне было три года и наверное можно сказать что эти книги они как бы зародили зерно что ли в душу в сердце в печень и у тебя возникло сначала может быть смутное желание самому написать и выразить свои мысли чувства так сказать ну это конечно можно сказать биохимик который изучит организм ну и можно сказать что в общем то это тенденция себя реализовала сейчас у тебя уже около десятка книг значит да вот и издано так сказать достаточно большими тиражами некоторые из этих книг здесь представлены сегодня это повест до станции дно тысячелетний путь литературы литературы последует ратханитов последует ратханитов ну вот может быть не все зрители слушатели знают что там ратханиты может быть но на самом деле имеет смысл как бы может быть пояснить это это я в общем давай вот так книга книжка уже существует порядка трех лет наверное если не ошибаюсь могу чуть побольше и интересно что мною замечено было что не так много действительно людей знают вот так сказать это слово понимают хотя вот если набрать его в поисковике допустим в яндексе в яндексе это очень много информации еврейские купцы много информации еврейские бродячие купцы иногда называются странствующими но суть не в этом ведь книга на самом деле написана это вся жизнь Александра Невского то есть эта книга про Александра Невского вообще-то ну почему она так называется не в силе бога в правде да почему она так называется да почему она так называется ну вот собственно говоря а с чем с чем боролся Александр Невский что он делал в основе своей он объединял русские земли он отстаивал Русь ведь при Александре Невском Русь это в общем-то был великий Новгород и все с одной стороны Орда с другой стороны уже наступал Запад немецкие шведские там датские и прочие рыцари и просто оставался по сути один город и вот из этого пятачка благодаря стараниям и подвигам Александра Невского Русь превратилась когда-то в Российскую империю это не знаю 25 что ли там миллионов квадратных километров потом СССР которое было 22 миллиона квадратных километров вот то есть это огромнейшая вот империя и даже сейчас Россия оставшись вот так сказать без своих окраинных земель она в общем-то является самым большим государством в мире 17 тысяч миллионов девятую часть суши да 17 миллионов квадратных километров Советский Союз одну шестую часть суши да все равно это благодаря это благодаря той политике тому направлению которое задал Александр Невский вот как раз это объединение соединение русских земель объединение русских людей а что этому всегда мешало этому мешало как часть общества на Руси России там как угодно которая в общем-то стремилась иметь иметь такие преференции на Западе а кто это как правило это в общем-то ну торговый капитал финансовый капитал ростовщический да ростовщичество у нас не было на Руси с ним боролись оно запрещалось это был грех большой а вот на Западе оно процветало оно было и западная цивилизация это как ни странно это католическая церковь папа римский и ростовщический капитал торговый ростовщический это купцы христиан не могли заниматься ростовщичеством торговать могли а вот ростовщичество было запрещено а ведь оно приносило как раз немалый доход и я который шел в казну в том числе казна находилась у папы римского у церкви вот так вот это слиение церкви с ростовщическим капиталом это та основа западной цивилизации вот он двойной стандарт нельзя, но можно и кстати христианин такой христианин мог перейти допустим стать ростовщиком приняв любительство нельзя, но можно если это полезно и вот этот двойной стандарт двойная вот вам нельзя но можно ну вот так вот нельзя Вроде бы, но если хочется, если надо, то можно. Он продолжает действовать и продолжает существовать. И вот поэтому название такое. И вот эта книга, предназначенная, в общем-то, для детей от 12 лет, я столкнулся с тем, что я покупаю детям, читают дети, а потом с удовольствием читают мамы, папы, папы читают. С огромным задовольствием дедушки, бабушки и ждут продолжения. Продолжение написано, но единственное, что не может выйти. Вот о чем речь. И те люди, которые, и дети, наверное, которые эту книгу успели прочитать, для них те события, которые сегодня происходят вообще в нашем мире, они, наверное, более понятны. В чем дело, почему оттуда взялось противоречие. А почему мы не можем найти общий язык. Потому что так вот заложено и этому, как минимум, ну, 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 это вот я описываю тут 9 век. 9 век. Начинается с 9, а потом, и там переходит, опроводаем уже в 13 век, и смотрим деяния, видим Александра Невского. Вот. И тогда уже вот его деятельность, почему он не с папой заключился, почему с Ордой. Да, с Ордой заключился. Тут же наглядно Данил Галицкий, его ошибка, которую он до сих пор почитает, вот, и считает, вот, первый король, который единственный, который, так сказать, был на России. А ведь он расторг, через год уже, это у нее заключенную, с папой Римским. Но было поздно, Галицию все католичны еще за год. И все. И вот с тех пор, вот эти проблемы, вот эти проблемы, вот они 800 лет, мы их расхлебываем. Они, да, занимательно, занимательно. Вот. Вот такая детская книжка. Это... А там есть еврейский юбор? Еврейский юбор? Еврейский юбор? Ну, там... Очень глубокий, обычно, тонкий. Ну, там... Мне, кстати, очень, мне очень нравится, вот, что, ну, как... Мудрость на... Ну, как вот... Ну, философия, любовь к мудрости, даже, антимологически. Мудрость по-гречески София. А на иврите мудрость Хохова. Отсюда Хохова. Так что вот мудрость и юмор, они вместе ходят. Есть еще такое понятие Хуцпа. Или Хуцпа. Ну, это харизма такая. Да. Ну, там такой есть. Смешной эпизод такой, но он, как-то не анекдот, его, конечно, так-таки, его надо зачитать просто, и там довольно много. Вот, там, мальчик из общины, юдейских, пытается продать им ученого-таракана. Букушник. А тараканы в то время, они большая редкость, их даже в Европе не было, не то, что в России. А русские, видите, вот, которые пришли в наше время, пытаются продать им юдейских, вот этого таракана, ученого. И для нас это таракан, ну, что такое. А тогда тараканы-то большая диковина. В общем, это такая. Ну, в конце концов, в конце концов, они отказываются от таракана, но и при этом они и теряют и фенинг, настоящий серебряный, и таракана. В общем, вот такая вот. Ну, как обычно, в таких случаях бывает. Да. Ну, забавно, забавно. Ученые тараканы. Да. В то же время, в то же время, если и ученик пытается, а таракан вам рассказывает историю, как он стал ученым. Ну, как он, как появляются ученые тараканы. Это, наверное, тема отдельной дихлофоса. Отдельной беседы. Да. Вот. По помощи дихлофоса, наверное, воспитали в нем высокие. Умирался на политические качества. Ну, где-то некие дихлофоса не было, вроде. Ну, какие-то там тараканы и все не плодились, да. Ну, ладно, может быть, я шучу. Хорошо, Анатолий, ну, а вот этот вот фолиант по его из Достанции дно. Тут вот портрет Николая Второго, по-моему. Да. Если я не ошибаюсь, тоже исторический роман. Да. Исторический роман. Это исторический роман, но это не роман, в том плане, что можно даже там показать. Что такая вот электристика для развлечения, с амурами и с прочими делами. Есть там, конечно, любовь и вся страна. Есть все, что положено быть в романах, но роман это, в общем-то, историко-документальный. То есть все события, прежде всего, взяты, так сказать, реальные, и я их, в общем, сверял по разным источникам. Не просто там, вот взял, кто-то там что-то сказал, упомянул, и вот, дескать, свидетель того времени, вот он сказал правду. Нет, я на это не ориентировался, я обязательно перепроверял, и уже из нескольких источников выводил, что действительно это было примерно вот так. И далее я составил четкую хронологию событий, потому что, как правило, книги... А какие события чего? Отречения? События такие начинаются, значит, с 905-го года, конец русско-японский, раненый, значит, утер-офицер возвращается домой, из, кстати, сибирской глубинки, западно-сибирской. Вот, и он видит, вот, город Петербург, вот, так сказать, во всей его, вот этой вот, антивоенной, вот, значит, обстановки, находится там, общается с офицерами, с раненими солдатами, видит вот эту общественность, в кавычках, которая антивоенная, которая писала письма японскому императору, поздравляю вас с победой, вот, и он не может понять, вот, там солдаты шли и воевали, ну, как могли, так воевали, вот, так сказать, отдавали свою жизнь, а тут вдруг, значит, вот такое вот непонятное движение. Вот, ну и далее, потом, он возвращается домой, а потом сразу начинается год 14-й, это начало Первой мировой. Да, то есть буквально накануне, там, за несколько дней, там, за полмесяца, до этого, до войны, вот, и начинается Первая мировая, то есть и дальше идет Первая мировая, я пытался, значит, тоже разобраться вообще, что там было на самом деле, кто там побеждал, кто как, ну, по всем, по военным, по расположению войск, по потерям, которые даны, значит, в таблицах, в различных справочных, по картам боевых действий, я для себя сделал удивительный вывод, что, во-первых, 14-й год, русская армия просто, либо побеждала, либо стояла на месте, искренне, куда немцев не выпускала, ни с Восточной Пруссии, несмотря на то, что там два корпуса, было разгромлено, самсоновая армия, все равно стояла, без командующего, пополненная, и ни с, там, ни с Белоруссией, ни с Польшей, то есть все бои шли, и наши либо атаковали, либо стояли на месте, не отступая, вот, 15-й год, тоже начался, вовь, это достаточно опешно, но потом был саботаж, потом был саботаж, нехватка вооружений, снаряжений, русская армия, вот, отступала, до тех пор, пока не стал царем во главе армии, как только царь стал во главе армии, русская армия перестала отступать, вот, и подготовили широкое наступление, можно сказать, использование новых каких-то тактических приемов, и нанесли, в общем-то, поражение, была разгромлена Австро-Венгрия, потому что на пути продвижения обои с Брусилова стояли немецкие, даже турецкие части, то есть Австро-Венгрия не осталась, и они все были у нас в плену, там, от Волги до, до Восточной Сибири, в лагерях, содержались, вот, ну и до победы оставалось не так много, нужно было взять Босфору, и так далее, в общем, исторический роман, посвященный, да, потом это дело последнего, императора Николая Австро-Венгрия. Вот, не только Николая Австро-Венгрия. Ну, он все-таки, наверное, в эпицентре. Но там есть просто, вот этот механизм, на самом деле, как его от власти отстраняли, то есть я все-таки там пишу, что да, даже если там есть какая-то бумажка, сомнительная, подписанная, коронавирусов, то фактически, на деле, никакого отречения, конечно, не было. Ну, а дальше, гражданская война, гражданская война, гражданская война в Сибири, в Восточный фронт. Почему? У нас это, как бы, так обычно все любят, там, про Книфина говорить, про, вот, про Корнилова, а ведь армиями командовал адмирал Колчак, который, как там появился, это надо было разобраться, почему Чехословакский корпус подлинный мятеж, вдруг, оказалось, что ведь его создавал еще Николай Второй, они воевали за русскую армию, мало того, они воевали вместе с Красной Армией против немцев. Да, И вот это, это парадокс, почему они подлинный мятеж, во всем там надо было разобраться, вплоть до того, куда делалось золото. По-моему, академик Покровский говорил, что история, это опрокинутая в прошлое политика. Конечно, то есть, кто говорят, зачем вы занимаетесь политикой, поэт не лезь в политику, на самом деле, то, что сегодня, политика, это то, что сегодня происходит, это история, история, это политика, которая была, которая была сегодня. Хорошо. Анатолий, ну, давай еще вот о чем поговорим, одним из направлений твоей, так сказать, многогранной деятельности является еще и руководство секции драматургии в Санкт-Петербургском отделении союза писателей России. Да. Вот. Ну, ну, вообще, говорят, что, пьесу написать очень легко. Слева пишешь, как бы, фамилию, или, или, того, кто говорит, а справа, что он сказал? Кстати, там не надо никаких ни пейзажей, ни никаких... Кстати, далеко не все это знают, далеко не все это знают, что надо писать, да, вот хотя бы так. Иисус, я думаю, он, собственно, проблем-то никаких... Счастливый персонаж, и герой там... А справа то, что он сказал. Да, далеко не все это знают, далеко не все понимают. Ну, а вот, с твоей точки зрения, драматическое произведение сложнее или легче, например? Ну, во-первых, это отдельный жанр, конечно, нужно понимать вообще... Ну, собственно, это диалог, да? Это может быть диалогом... Ну, или трехолог... А это может быть быть или не быть? Монолог? Да. То есть, это может быть, да, беседа какая-то, но... есть же классические там признаки драматургии, да, это там место, единственное, место и время действия, да, вот. Хотя, на самом деле, это не всегда, и не столь обязательно, вот, но... Драматургия, это драматургия, действительно, это... все-таки, это нужно понимать, что такое театр, что такое актер, да, как это будет... Но, при этом, не каждая же пьеса доходит до постановки. Не каждая, конечно, написать может каждый, но и не каждый стиль доходит вообще до сердца, до читателя, и я пишу множество, вот. Все-таки, это отдельный жанр, поэтому надо немножко как-то все-таки обучиться, знать пьесу... Как-то в самом деле. Хотя, конечно, если там есть какие-то характери, есть какой-то сюжет, сочные диалоги, как бы написано не было, дилетантские, то, допустим, попав хорошему режиссеру, он и сделает из этого конфеты. Но такое, как правило, не бывает. То есть, если человек совсем ничего никогда не писал, и вот так взявшись начнет писать пьесу, ничего-то у него не получится. Первый раз, может быть, не очень получится. Хотя, говорят, опять же, хороший режиссер может и телефонную книгу поставить, то есть, изъездивать пьесу. То есть, понятно, можно из чего угодно, из газетной статьи, из сообщения любого сделать, в общем-то, пьесу поставить. Но это все-таки, это не есть драматургия, это не есть, это, собственно говоря, вот этот жанр. Это какое-то представление, шоу, не знаю, спектакль, но это не, понятно, не литература. У нас основной упор, конечно же, на литературу. То есть, поскольку мы союз писателей, мы не столько театром занимаемся, и там шоу создаем, какие-то, так сказать, сценарии. Просто читки делаете? Мы делаем читки, мы почему готовы, спектакли смотрим, вот у нас в следующем месяце будет спектакль показан, театром молодежным. Мы какие-то моноспектакли там смотрим, то есть у нас, как правило, это какое-то представление. Ну и на этом вот учимся, говорим, обсуждаем, то есть драматурги для себя делают какие-то заметки, делают какие-то выводы, различные жанры обсуждаем и так далее. То есть, ну, варясь в этом, как говорится, бульоне, понятно, что можно что-то сварить, кто-то, кто-то, что-то, так сказать, может для себя вынести и сделать. Если это вообще не делать, то понятно, что сидящий дома и создавая пьесы, то... Да, шансы... Сложно сутать. Ну, к многим стремятся. Ну, а вот какие-нибудь пьесы, что-таки, так сказать, вот... какие-то достижения? Дошли, да, так сказать, до постановки, так сказать, может быть, там какие-нибудь... Ну, читки в театрах, в Ленкоме, последний раз была читка у нас, нашей драматургессы, да. Ну, я, допустим, участвовал в конкурсе сценариев на МОС-фильме. Проводил МОС-фильм, конкурс сценариев, как-то там, человек в современном мире, вот, я написал сценарий по одному из своих рассказов, отправил на конкурс, там пришло где-то около тысячи сценариев. Отобрали, отобрали вот сценарий, которые действительно интересные, профессиональные, отобрали 13 сценариев. Это и творчество. Что мы в том числе. Единственное, что пока он не востребован, а там два первых, там, две дамы, их с ними заключен договор на написание там сценариев для телевизора. Ну, понятно, что там свой жанр какой-то, но в любом случае попасть в финал, я считаю, что это достижение. Этот сценарий уже был за три, он уже кто-то его читал, смотрел. как называется? Называется он так же, как рассказ. Мой рассказ назывался Шоплифтер. Шоп, шоп-магазин, лифтер, это, ну, слово лифт, на самом деле это магазинная кража. Это такое есть у нас, ну, такое хобби, как у молодежи есть. Вот занятие такое, шоплифтинг называется. И вот про одного из таких героев у меня был рассказ, я написал целый сценарий для фильма, игрового. Он может быть не очень там по объему достаточный для хотят, по-моему, вполне, но его всегда можно дополнительно писать, там сюжет, главное, что есть основа, есть, в общем, начало и конец, вот, и есть там, есть кульминация, то есть все, что нужно там присутствует, расширить, увеличить, это всегда можно. Мне главное было попробовать, самому интересно, вот смогу ли я, ну, вот. Единственное, что там, требования были очень мягкие, то есть там не обязательно была какая-то вот такая жесткая, как сейчас принято там, какая-то сценарная форма, а можно было написать, ну, в такой свободном, как бы, полухудожественном стиле, но хотя я там делал все-таки сценарий, то есть камера сюда повернулась, туда показала, такой план, показывала, это, то есть этим я портался все-таки соблюсти. Так это был сценарий, не пьеса, а сценарий? Нет, это сценарий, это не пьеса, это сценарий, сценарий, да, да, хотя мы сценариями, наверное, ну, в общем, все равно, литература, как сценарий, тоже литература, но в общем-то, там тоже так же, эти диалоги, и прочее, прочее, ну, свой жанр такой, так что у нас вот такой, и вот такой вот опыт есть даже, поэтому, ну, есть вот такие, вот такие достижения, не громкие, ну, а какие там имена, может быть, ну, кроме тебя, конечно, кто еще? Ну, у нас есть там ряд драматургов, на самом деле, можно посмотреть просто, просто я могу-то забыть кого-то, есть у нас вышел, Санкт-Петербургская драматургия, в Литресе, можно прямо в поисковике набрать, ежегодник Санкт-Петербургская драматургия, там вывалится, там у нас и статьи критические, там, и пишут, так сказать, там, ученые и студенты, и есть, там, театральное ведение, какое-то там, и, в том числе, пьесы, и, в том числе, и вот один сценарий, вот в этом сборнике, объем 400 страниц, поэтому можно открыть, посмотреть, и там можно взять, это доступно в интернете все, с шикарной совершенно обложки, которые нам сделали тоже. Хорошо. Так, дорогие друзья, мы продолжаем, значит, нашу встречу, беседу с известным и популярным писателем, поэтом, публицистом, Козловым Анатолием. Вот сегодня он у нас в гостях, вот. Ну и вот у нас, как мне кажется, разворачивается концептуальная и эмоционально насыщенная беседа о литературе, о культуре, об отечестве. Вот. И, собственно, обсуждаем также и другие сопряженные темы и проблемы. Вот. Ну и, как мне кажется, к сожалению, мы не можем обойти такую очень серьезную и важную трагическую даже проблему, ситуацию, которая сейчас складывается на незалежной Украине. Вот. Ну, то, что сейчас происходит на Украине, как-то, не рекомендуется называть войной, это военная операция по деноцификации Украины. Ну, как тут не назови, а происходит все то же самое. Анатолий, ну, вот все-таки твое мнение отношений, так сказать. Ну, как? Желательно. Ну, знаете, когда вопрос вообще задают, я вспоминаю, наверное, это был 89-й год, когда Горнинскую стену была маленькая. Да, где-то. Еще советский. Да, я помню, там это было огромное шоу, представление Pink Floyd, The Wall. Я был студентом, мы так радовались, мы плясали. Это был действительно праздник, и это был праздник нашей стране. Это было какое-то, вы знаете, такое вот, что-то скинуть с себя, такой какой-то груз. То есть, вот, мы объединяем народ немецкий, да, и мы сами как-то, вроде как, готовы с ними обниматься, там, с Америки какие-то, телемосты. А, вы знаете, буквально в этом же году или может быть год прошел. Мой папа покойный. В общем, простой, простой Юрий Алексеевич, да, он был, в общем-то, как-то простой рабочий, ну, квалифицированный, там, ударник труда, понятно, но у него образование было, я не знаю, он, так сказать, в войну, там, где-то учился, там, ходил в школу, то есть, он как-то, не знаю, закончил, там, пять классов или семь, вот, ну, во всяком случае, даже, по-моему, и восьми толкам не было, но вот, хотя он, рабочий был квалифицирован, я еще раз говорю, на спешинном заводе работал. И вот он так, это, далеко не зная правильность выговаривания всех слов умных, далеко, так сказать, не владея категориями научными, он так посмотрел, послушал, и потом мне однажды сказал, а я еще был студентом, он сказал, ну, вот вы разрушили стену, а потом вы будете с ним воевать. Конечно же, я, ну, я просто думаю, ну, что ты можешь понимать, простой, малограмотный человек, ты посмотри, что в мире-то творится, мир-то преобразился, это совсем другой мир, ну, ты жил там, служил, так сказать, в 46-м году в Германии, что-то там, там еще живые, действительно, бегали нацисты, которые пытались снимать портреты Ленина, Сталина, вот, американцы высаживались, так сказать, вот, что ты можешь знать, ты родился в такое время, а сейчас-то, ведь это же другой мир, понимаете, вот, вот, и он сказал, вы будете с ними воевать. То есть, с немцами? С ними! Понимаете, он просто сказал, с ними, а с ними, ну, мы с кем сейчас, собственно говоря, идет борьба-то? Не с украинцами ведь, не с немцами, вообще с людьми без национальности, по сути дела, моски, моски, моски. с глобальным, вот, а потом, когда я уже сам приехал в 94-м году во Львов, да там нормально все было, играли, джемсы еще, мы, так сказать, ходили в футболках, там, Хлойд, слушали, проходили на эти рок-тусовки, но по улицам ходили, толпами ходили люди, вот в этих вот своих, сказать, мундирах, как она называлась, нацистских, ну, да, вот в этих бандеровских, бандеровских, вот этих мундирах этой армии, стоял памятник Степану Бандере, переименовывалась улица, и русские книги, русскоязычные, продавались за копейки, я увез в чемодан русских книг, словарь «Дары», я помню, купил он там, собрание сочинения, по-моему, Чехова, не помню, в общем, ну, целый чемодан, действительно, огромный, я его дотащил, ну, книги это же, а, и когда я приехал на следующий год, в 95-м, опять на Украину, во Львов, туда же, присыпавшись с деньгами и чемоданом большим, чтобы, так сказать, все это дело еще раз накупить, оказалось, что не только нет русскоязычной литературы, но даже нет магазинов, книжных, потому что все убрали, историю, всю литературу русскую, а поставить-то до полки нечего, то там кое-где стоял вот этот новодел украинский, там, про историю Украины, которая тут когда-то была, ну, то есть, вот эти вот поделки, которые, по которым они потом стали изучать историю, уже они начали писаться, создаваться, вот, то есть, тут я уже, совсем насторожился, и когда увидел по телевизору, вот эти вот схроны, то есть, пивные вот эти, кабачки, в виде схронов, где висят там, НП-40, вот эти вот, которые у нас называют, шмассеры, висит символика, свастики, вот эти вот, молнии эсэсовские, лендирчики, и там, где зигуют, в этих кабаках, вот, так это шутки, просто, я не в наше время, я просто, вот сейчас, вот война на Украине, сейчас вот, как у вас, война, ну, военная операция, тяжело, но неизбежно, делать нечего, надо делать, надо это делать до конца, все, как бы страшно, то есть, отношения сдержаны положительно, ну, а чему тут радоваться, радоваться нечего, радоваться нечего, но делать нужно, хорошо, Анатолий, ну, к сожалению, наше время уже совсем, тут начинает заканчиваться, вот, процесс познания бесконечен, время нашей, к сожалению, ограничено, вот, и я вот, как бы, на финишной, как бы, что ли, на финишной матреске нашей передаче хотел вот о чем спросить тебя, вот, ну, это может быть я шучу, а может быть и не шучу, как хочешь, так и понимаю, это вопрос, хотел, хотел ли, хотел бы ты, чтобы тебе при жизни поставили памятник, вообще памятник, конечно, это, наверное, очень трагично, видеть, почему памятник, но некоторым ставили при жизни, полагал, вольфовича поставили, или на кладбище, когда я первый раз стал лауреатом, получил за пьесу, в 90-е годы, стал, премию там, был лауреатом, я каждый день ждал звонка, сейчас буду звонить, предложение то ли фильм ставить, то ли, значит, в театр приглашать, вот, и вот я так, в таком состоянии жил, наверное, около года, с тех пор, в общем, немножко, с тех пор у меня все-все-все-все осело, легло, и теперь я к памятникам отношусь, вот, ну, как сказать, как памятник, вот, так что у меня, в общем, нормальное здоровое желание, в общем, я о них не помню. В общем-то, памятник воздвиг себе, не рукохоженный, ну, стараюсь, да, так, в основном. Ну, считать, что книги войдут, так сказать, в аналог истории, так сказать, и оставят какой-то след, сказать, в культуре, отечественной. Ну, значит, дорогие друзья, наша встреча, значит, с писателем, поэтом, публицистом, Козловым, монаторием, значит, к сожалению, заканчивается. Вот, подписывайтесь на наш канал, будьте здоровы, живите богато, и блог нам в помощь. Блог. Блог.